Виктор Орбан принял в своей резиденции избранного председателя Европейского Совета Шарля Мишеля. Они обсудили главные темы отношений Венгрии и Евросоюза, начиная с вопроса миграции и заканчивая экономикой и внешней политикой. Оба лидера выразили намерение сотрудничать, чтобы в следующие годы найти подходящие ответы, настоящие перед Европой вызовы. Шарль Мишель вступит в должность 1 декабря. Экспорт венгерской продукции показал выдающийся рост в сентябре более 10%. Это гораздо больше, чем предсказывали эксперты. Данные по промышленному производству и обороту магазинов тоже указывают на динамичное развитие экономики. Вполне возможно, что в третьем квартале рост венгерского ВВП приблизится к 5%. По последним данным Центрального статистического управления, венгерский экспорт вырос на 11% по сравнению с сентябрем прошлого года. В Венгрии малые предприятия обеспечивают большинство рабочих мест в частном секторе, сообщил заместитель госсекретаря. Это означает, что 4 пятых венгерских рабочих занято в малом бизнесе. Небольшие компании играют всю большую роль в развитии венгерской экономики. Правительство намерено укреплять этот процесс, поэтому была разработана новая стратегия для развития малого и среднего предпринимательства. У нас двойная задача. С одной стороны, мы хотели бы улучшить положение тех, кто уже вовлечен в международном разделении труда, чтобы они вышли на следующий уровень и делали уже не детали, а собственное оборудование. «Другая наша цель – помочь тем, кто еще не смог воспользоваться возможностями мирового рынка и прорваться за рубеж», заявил Балаш Сепеши. По словам аналитиков, последние данные по экспорту преподнесли приятный сюрприз. Учитывая индекс промышленного производства, опубликованный на прошлой неделе, и демонстрирующий динамичный 11-процентный рост, эксперты с оптимизмом ждут показатели развития ВВП за третий квартал, которые будут обнародованы в четверг. Во втором квартале рост ВВП составил 4,9%, и это был один из лучших показателей по Евросоюзу. Новый план развития портов на Дунае позволит увеличить долю водных перевозок в грузов в Трое. Особая роль будет отведена Чепельскому порту и порту в городе Камаром. Для осуществления плана сегодня на воду запустили специальные корабли, которые будут исследовать русло Дуная. Грузовые составы прибывают по железной дороге и на судах из разных стран Европы, а также из Китая, в столичный порт на острове Чепель. Это один из самых значимых торговых узлов в Венгрии. В сентябре территория была ограждена мобильными дамбами, чтобы доставка товаров была более безопасной. С этой же целью было приобретено судно для исследования русла Дуна. Это важно не только для развития порта, но и для изучения маршрутов, ведущих к нему. И в случае Будапешта это важно и для жителей острова Чепель, заявил генеральный директор. Кроме того, были разработаны планы для развития портов в городе Камаром и еще в 20 населенных пунктах. На разработку программы был выделен 1 миллион евро. Большинство расходов было профинансировано из источников Евросоюза. Развитие венгерских водных маршруток очень важно и потребует много средств, заявил генеральный директор по вопросам мобильности и транспорта Еврокомиссии. Цел плана развития портов на Дунае в том, чтобы как можно больше товаров было перенаправлено на водные маршруты. С панорамной вышки Юташ-Витязь в городе Веспрем открывается отличный вид на горный массив Баконь. Строение высотой 6 метров поразит вас необыкновенной формой. Оно выполнено в виде золотой спирали, которую нередко используют в искусстве. А в городе Айка уже готовится к зиме. На днях там открылся крытый каток. Через пару недель его дополнят еще одним помещением вместимостью 1500 человек. По выходным с четырех дня здесь проходят семейные развлекательные мероприятия. И это все на сегодня. Спасибо, что смотрите нас. Всего доброго и спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok